Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломановский Петр. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим, как с малой площадью получить большой урожай. Что мы недорабатываем вот сейчас, когда мы планируем посадки на следующий год. Давайте по парадочку. Во-первых, что мы недорабатываем, чтобы получить больший урожай? Во-первых, мы не занимаемся уплотнением посевов. Смотрите, что получается. Например, капусту мы высаживаем, потом кабачки, огурцы. У нас эти культуры высаживаются уже в открытый грунт, то есть начинают занимать места где-то в конце мая месяца. А до мая месяца наши земельные площади пустуют. А зачем они пустуют? Непонятно. Поэтому для того, чтобы иметь больший урожай, необходимо до посадки этих культур вырастить культуры, которые растут быстро. На тех площадях, где будут высаживаться культуры, которые в конце мая, мы можем уже весной посеять такие холодостойкие культуры, как редис, салат, крест-салат, лук на зеленый перо можем посадить, и можем посадить различные корнеплоды на зелень. В течение где-то 20-60 дней они дадут урожай. Шпинат же тот же самый, тоже можно посеять на зелень. Мы их убираем. Мы можем сразу предусмотреть, посадить в такой схеме, чтобы места для посадки тех культур основных, которые будут расти на этой градке, оставались. И пока эти культуры будут подрастать, у нас будет и дополнительный урожай, и будет расти основной урожай. Плошади не будут зря пустовать, не будут зарастать сорняками. Далее, очень это самое, многие огородники любят это так, что целая градка лука, целая градка морковки. Но это не совсем правильно, потому что если мы лук садим и морковку отдельными градками, значит, мы привлекаем вредителей. Запах усиливается, растения растут как бы, растения, ну, запах растения много, создают определенный запах, а этот запах привлекает вредителей. Так вот, и болезней, и вредителей будет на ваших посадках меньше, если вы будете делать смешанные посадки. Ну, высаживаем, например, посели два рада моркови, дальше сеем два рада гороха, потом сеем два рада свеклы, потом дальше садим два рада лука, потом высеваем два рада шпината. И вот в таком вот винегрете, как это можно образно сказать, значит, и болезни, и вредители стираются, они не повреждают наши посевы и посадки, потому что у нас там получается самый настоящий винегрет. А этот винегрет не подходит как уреждителям, так и болезням он не подходит. Поэтому такие градки, они облетают кругами. Ну и дальше, кроме таких вот винегретов, значит, мы уже поняли, что уплотненные посадки, смешанные посадки, ну и очень интересные вертикальные градки. Если у вас мало земли, то вертикальные градки вам очень необходимы. Ну, конечно, самую простую вертикальную градку можно сделать просто из чего? Положили старые автомобильные шины одну на одну, у вас уже вертикальная градка. Ну, такая градка имеет как бы минус. Имеет минус, что все-таки земельная площадь неограниченная, и в резине плохо проразать отверстие. Хотя сейчас с помощью техники это может быть не так уже и сложно, но это все-таки плоховато. Поэтому мы заложим градку, которая будет нам служить вертикальную, ну, по крайней мере, 25-30 лет, а то и больше. Ну, сейчас продажа, значит, что необходимо обратить внимание, что раньше бы я рекомендовал вам доску для вертикальной градки, потому что вертикальная градка должна быть окантована. Ну, сейчас доску не очень-то можно рекомендовать, потому что доска за 6-7 лет сгнивает, и приходится эту обшивку менять по новой. Вот. Если применять на градках. Сейчас продажа есть хорошие пластиковые панели, и вот с них можно собрать градку различной высоты и различной длины. Значит, что представляет себе вертикальная градка? Значит, ну, во-первых, мы определяем все контуры градки, делаем ее окантовку теми же пластиковыми панелями. После этого мы из градки достаем землю. Достаем землю, ну, примерно на 15-20 сантиметров. Ну, и выбрасываем пока на проходы. Градка может быть шириной где-то метр, метр двадцать. Ну, и проходы где-то, соответственно, 90-100 сантиметров могут быть. Вот. Выбросили землю. И, значит, так. Дальше технология будет немного отличаться. Если эта почва у нас ленистая, значит, в эту землю мы будем насыпать дренаж. Дренаж слоем 15 сантиметров. Если это земля песчаная, мы сразу будем укладывать ветки, бровна, обрезки досок. Все можем вложить в эту градку. Ну, мне это задают вопрос. А почему надо вынимать землю? Потому что вынимать землю, что вся вода, как бы циркуляция воды в природе идет так, сверху вниз. Почва из почвы, почва из почвы. Поэтому, если мы сделаем на поверхности почвы, просто эту градку, эти сучья уложим, у нас велика вероятность, что наша вода будет с дождями, с поливами просто-напросто вытекать под наше ограждение, и растения будут страдать от засухи. Ну, положили. Положили, значит, слой дренажа на суренках, и на суренках также ложим слой щепы, ну, там и щепа, ветки, ну, то есть долгоиграющий материал. Можно, конечно, использовать и газеты, и скомканные журнальные страницы, только не с глянцевых журналов. После этого, как мы положили такой долгоиграющий органический материал, мы будем укладывать солому, листья, отходы, не перепрыгивший навоз. Положили, и вот потом на это слой не перепрыгившего навоза мы уже положим 25-30 сантиметров плодородной почвы. Ну, плодородная почва, там смысл какая? Берется обычная земля, берется торф, берется песок, все это мешается, добавляются еще любые по возможности или органические, или минеральные удовольствия, и вот это слой сверху 25-30 сантиметров. Ну, высота этой градки может быть, соответственно, от 75 до 1,5 метра. Но, что нам дает такая градка? Во-первых, у нас площадь, у нас увеличится площадь. Мы имеем как бы горизонтальную площадь, но мы же имеем и боковые площади. Значит, мы можем посадить больше культур. На боковых площадях, где ниже поверхности, ближе к земле, мы можем посадить капусту, которая будет иметь, ну, влага будет поступать всякая сверху до капусты, капуста будет расти очень хорошо. Средний ярус мы на этой градке можем отдать помидорам, огурцы можем пустить, плестись. Ну, а верхний ярус можно посадить даже картофель, ну, или те же самые огурцы, помидоры. То есть, если градку, понят, что вот такая вот конфигурация, если ее развернуть, сами понимаете, что метр градки, фактически, земельная площадь с ее развернуть получается где-то метр шестьдесят, метр восемьдесят. То есть, мы чуть ли не в два раза за счет этой градки увеличиваем площадь посадок. Это раз. Проходы широкие, значит, в проходах тоже мы можем себе облегчить труд. Можно, конечно, посеять траву. Посеять траву, ее придется постоянно скашивать. Ну, и будем скашивать траву и добавлять на нашу градку, мульчировать наши посадки. Ну, а можно поступить, и что проще. Берем все пространство, проходы, закладываем или листьями, или опилками, а самое лучшее заложить соломой. Положили солому, сверху мы можем положить старый линолеум, можно положить ковролин, вот. Теперешние материалы, это идет спонбонд черного цвета, который имеет плотность 60 миллиметров, толстый спонбонд ложим, или агроткань. Заложили, скобочками прижали к земле, чтобы ветер не срывал. Все. Нам останется смотреть только за градкой. За счет того, что наша градка торвана от земли, значит, у нас сорняков будет очень мало. Что дает нам вертикальная градка? Вертикальная градка нам дает то, что она как бы промерзает. Зимой промерзает и полностью она промерзает. Но весной она очень быстро прогревается. Соответственно, мы можем раньше начать на ней сеять. Высеваем одну культуру, холодостойку, тоже радист-салат. Потом садим там ту же капусту, там помидоры. Вот осенью опять можем что-то. Факт то, что с одной этой вертикальной градки мы как бы и с вертикальной площади мы можем собрать 3-4 урожая. То есть урожай наш резко-резко возрастает. Поэтому все затраты на эту градку окупаются хорошим урожаем. Но вам остается только же годно добавлять землю, потому что градка все-таки она проседает, понемногу добавляют земли. Вы можете не добавлять землю, можете ложить выплаты сорняки, можете траву с кошем на него привялись, тоже ложить как мульчу, и у вас будет как бы добавка к этой градке. Урожайность очень хорошая и самое главное на этой градке, что вроде у нашей на сквозняке находится, не любят селиться ни вредителей, ни болезней. Они обходят стороной. Значит растения вам придется обрабатывать, применять какие-то химические обработки. Растения хорошо растут. Ну а накрыть градку не представляет проблем, с панбонда можно прижать и вся ваша градка будет укрытая. Во-первых, вы можете уединить период поступления урожая, те же огурцы будут расти гораздо лучше на этой градке, чем в открытом грунте и они будут дольше плодоносить. На своем опыте я заметил, что огурцы мои на такой градке плодили еще активно в сентябре месяце, когда уже на обычной градке они уже пожухли. Так что возьмите этот способ себе на вооружение. Ну и далее еще один способ есть такой, чтобы получать больше урожай. Это опять же, это кулисы. Для чего предназначены кулисы. Наш климат, наша Белоруссия точно так же, как и других регионов средней полосы, значит, характерна тема, что в августе начинается холода. Ну и весной также бывают заморозки, это раз, и холодные ветра у нас также вредят нашим теплолюбивым культурам. А вот кулисы предназначены для того, чтобы наши культуры были защищены от холодных ветров, и соответственно срок плодоношения увеличивается. То есть урожай также будет увеличиваться. Для каких культур появляются кулисы? Кулисы можно принимать и для огурцов, и для помидор, и для баклажанов, и для перца. Кулисы можно закладывать с осени. Осенья кулисы это что? Высевать полосу озимой ржи. Высеваем озимой рожь, рожь весной быстро развивается, и соответственно создает стену для ветра. Ну, можно осеять, конечно, и весной. Можно осеять весной. Весной это могут быть это рапс, это может быть редька, также они могут идти кулисы. Это может быть и подсолнух. И вот под зашитой этих растений, ну как бы посредине, у нас растет градка с огурцами. Наши огурчики плодоносят прекрасно и чувствуют себя прекрасно. Поэтому способы, видите, несложные. Желаю вам, чтобы вы собирали максимальный урожай с маленькой площади. Удачи вам и хороших урожаев. До свидания.